С одной стороны, хороша конкуренция двух мусороворочных компаний, но вот только с сельчанам в конце месяца приходится раскошеливаться за коммунальные услуги в два раза больше. По словам жителей, на протяжении вот уже 10 лет они заключают договоры с компанией Карасу БРМ. С начала нового года свои услуги начала навязывать им компания ТО Бакнор. У нас договора, у всех договора с Карасу БРМ. Они у нас в Белых Водах уже работают 9 лет. Всегда по графику, как положено. А эти, мы про них ничего не знаем. Ничего нету. Они просто у людей с силой и обманом. Они как говорят, мы подписи собрали. К нам приходят, у людей собирают подписи по нашим улицам, по всем Белых Водах, говорят так, что мы приехали, у вас мусор убрали. А люди говорят, ну мы подписали, убрали мусор. Откуда мы знаем, кто, откуда. Не нужно таких маски-шоу. У меня из-за вас уже давление подскочило. О проблеме знает и руководство посёлка. Даже в местной администрации было созвано заседание с участием руководителей двух предприятий. Вот только успокоить разъярённых жителей Аксукента не смог уже и заместитель районного Акима. Порядка 7 тысяч местных жителей не один год платили Карасу БРМ. И с ними же заключён договор до 2017 года. А поскольку качество работ устраивало, то сельчане хотели бы продлить контракт с компанией. Нам не нужна новая компания. Случись что, мы где будем их искать? Мы работаем с компанией Карасу БРМ на протяжении 9 лет и будем продолжать дальше работать. Я уже обратился с жалобой в администрацию Шимкента и прокуратуру. Я это дело так не оставлю. Нарушители и спокойствия. Компания из областного центра ТО «Бакнур» выяснила, что местная мусороуборочная компания не справляется со своими обязанностями. По всей видимости, местные жители ещё в начале года сами просили власти о помощи в вывозе мусора. Вот только дальнейшие действия компании не пришлись по душе горожанам. Вы, как Аким села, должны в первую очередь думать о народе и о самом селе. Если эти ребята останутся без работы, вы будете кормить их семью? Разрешить проблему, кто же останется на рынке, на совещании не удалось. Осталось недовольство жителей, которые продолжают жаловаться на то, что компания ТО «Бакнур» включила оплату за мусор в квитанцию за свет, а местные кассы по оплате коммунальных услуг не принимают частичную оплату. Бахром Абдулаев, Константин Исупов, Роман Примколов, информационная служба, телекомпания «Отрар».